Итак, здравствуйте! Сегодня решил заснять необычное видео, где я буду разбирать текущую ситуацию в одной незаконченной партии в настольную игру цивилизации с дополнениями слава и удача и война и мудрость. Играем мы тремя самыми экстенсивно-боевыми цивилизациями. Зулусами, монголами и германцами. Теперь давайте кратко объясним ситуацию общей способности каждой нации. В отличие от обычных цивилизаций, которые начинают с тремя боевыми единицами, одной единицей кавалерии, одной единицей артиллерии и одной единицей пехоты. Нашей цивилизацией каждая начинает с пятью, но две дополнительных у нее для каждой цивилизации разные. Например, германцы начинают с двумя дополнительными единицами пехоты. Монголы начинают с двумя дополнительными единицами конницы и зулусы начинают с двумя дополнительными единицами артиллерии. Также у каждой цивилизации есть свои определенные преимущества. Начнем с зулусов. Зулусы имеют преимущество для разведки территорий. Для разведки территорий. То есть, в столкновениях с варварами они автоматически побеждают варваров, они с ними не сражаются, а при строительстве города они автоматически разведывают все... К этому мы вернемся попозже. А при строительстве города они автоматически разведывают все деревни, которые находятся рядом. Далее, переходим к монголам. Преимущество монголов состоит в том, что им выгодно сражаться с армиями других игроков. Либо завоевывать города других игроков. Например, победив одну единственную армию врага, мы получаем две единицы добычи. Обычно мы получаем одну, но в случае с монголами мы получаем на одну единицу добычи больше. Мы получаем две единицы добычи. Также, благодаря своей технологии верховая езда, их изначальная скорость всегда равна трех. Но изначально они не могут останавливаться и пересекать воду. И теперь перейдем к германцам. К их основному бонусу. Германцы начинают, как я уже сказал, с двумя дополнительными единицами пехоты. Также германцы получают бесплатно по отряду того типа, технологию которого они исследовали в этом ходу. Например, если мы исследуем демократию, мы бесплатно получаем единицу пехоты. Ну и соответственно все наши единицы пехоты увеличивают свой уровень с первого до второго. Далее мы можем взять с рынка, вот у нас есть на рынке ресурсы доступные. Три ресурса шелка, три ресурса зеленого рна и два ресурса благовоний. Мы можем взять любой доступный ресурс. Не какой-то определенный, а любой доступный ресурс. Так, цивилизации вкратце мы объяснили. Теперь переходим к текущей ситуации в игре. Давайте сначала посмотрим на планшет рынка. Ты достаешь отсюда, видно? О, великолепно. Мы видим, что у греков, зеленый игрок, все боевые единицы пехоты и артиллерии второго уровня, а кавалерия уже третьего уровня. Переходим к монголам, которые у нас красные. Монголы не особо инвестировали в этой игре в уровень своих боевых единиц, поэтому их боевые единицы первого уровня. Далее переходим к зулусам. Зулусы, как и в случае с германцами, имеют повышенный уровень своих боевых единиц. Только у них пехота и кавалерия, пехота и кавалерия второго уровня, а артиллерия третьего уровня. Также на текущий момент еще никто не открыл авиацию. Видите, что авиация закрыта. Когда мы откроем, мы перевернем и мы будем знать, что, например, зеленый игрок, в нашем случае германцы, откроет авиацию. Но для этого давайте посмотрим на древотехнологии каждой нации. Начнем с германцев. У германцев три технологии первого уровня, две технологии второго уровня и одна технология третьего. Видим, что германцы инвестировали в уровень боевых единиц на втором и третьем уровне. Инвестировать в уровень боевых единиц на первом уровне невозможно. Также в этом ходу, в конце этого хода, германцы исследуют технологию первого уровня, так как за германцев играю я. Я знаю, что я исследую агрикультуру. Почему я исследую агрикультуру? Теперь вернемся на карту. Мы видим, что у меня, как у зеленого игрока, единственная обычная столица. У монголов, переносимся сюда, у монголов уже метрополия. И у зулусов тоже метрополия. Теперь перенесемся к технологическому древу монголов. У монголов уже максимальное, оптимальное количество технологий первого уровня, 5. У них уже три технологии второго уровня. И в этом ходу они исследуют какую-то технологию третьего уровня. Я не знаю пока какую, но скорее всего думаю, что он уже начнет исследовать технологии, которые позволяют ему увеличивать уровень своих боевых единиц. Так, и в последнюю очередь переходим к зулусам. У зулусов 4 технологии первого уровня, 2 технологии второго уровня и 1 третьего. Логично, что в этом ходу они исследуют третью технологию второго уровня. Чтобы в следующем ходу исследовать еще одну третьего. И соответственно первой технологией четвертого уровня, скорее всего, у всех игроков будет полет, чтобы разблокировать самолеты. Далее, давайте опять вернемся на карту и посмотрим текущую ситуацию. Мы видим, что у германцев два города пока что. Обычная столица вместо метрополии. В каждом из городов, то есть и в городе, и в столице, у них по казарме и по гавани. Переходим к монголам. У монголов два великих человека. Великий купец или первооткрыватель. И великий генерал. Так как мы играем с великими людьми из дополнения славы и удачи, то великим торговцем у нас является Эндрю Карнеги, а великим полководцем является Густав Адольф. Густава Адольфа имеет смысл применить тогда, когда будет изобретен полет, чтобы поменять все свои обычные единицы на самолеты. Это будет весьма выгодно. А Эндрю Карнеги имеет смысл применить тогда, когда наши монголы наберут три монеты. Давайте посмотрим, сколько у них монет сейчас. У них есть одна монета от Эндрю Карнеги, великого человека. Это раз. И плюс, идем сюда, в их технологическое древо, у них есть одна монета на печатном прессе. Также в следующем ходу, посвятив Метрополию культуры, они могут получить еще шесть единиц культуры, пять из которых потратить на то, чтобы поставить две монетки. То есть в следующем ходу у них уже будут три монетки. И, соответственно, через один ход они смогут сбросить Эндрю Карнеги, чтобы продвинуться по культурной шкале. Идем сюда. Они продвинулись на две единицы по концу. И если продвинуться на третью, уже в третьем своем городе, возвращаемся на карту, они смогут поставить еще одного великого человека. В нашей игре выгоднее всего, чтобы великим человеком был генерал. Потому что, смотрите, сейчас мы рассмотрим боевой бонус каждого. У монголов он равен плюс четырем. Плюс у них есть еще плюс четыре единицы от инвестиций в военно-промышленный комплекс. Итого у нас есть восемь. У германцев боевой бонус составляет плюс два, плюс два от казарм, плюс четыре единицы. У зулусов боевой бонус составляет плюс два отсюда верфи и плюс шесть от чудо света статуи Зевса. И еще плюс два от казармы. Итого у нас получается плюс восемь. Плюс восемь. И если им удастся инвестировать еще пару монет тоже в военно-промышленный комплекс, у них будет даже больше, чем у монголов. У монголов, кстати, я забыл, у них тоже есть судоверфь. Так что это дает им бонус еще в плюс два. Итого плюс два, плюс четыре и еще плюс, идем сюда медленно, и еще плюс четыре от военно-промышленного бонуса. Их текущий бонус уже равен десяти. То есть у монголов наибольший боевой бонус. Есть много еще чего сказать, но если вам будет интересно, обсудим это в комментариях. Благодарю за внимание.